Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале! Сегодня я готовлю вкусные горячие бутерброды. Готовятся эти бутерброды на сковороде. Итак, для этого нам понадобится хлеб. У меня вот такой вот батон. Я его уже нарезала вот такими кусочками. Ну, можно тоньше, можно толще. Кто как любит, нам нравится вот такие вот средняя нарезка хлеба. Яйца, колбаса. Колбаса может быть совершенно любая. Докторская вот у меня такая вот копченая с салом, типа московская. То есть любая с салями, сосиски, что у вас есть. Сыр, зелень. У меня зелень укропа, зеленый лучок. Добавлю перца, соль. Жарить буду я на растительном масле. Также нам понадобится емкость, в которой все это перемешать наши ингредиенты нужно будет. И терка. Итак, приступим. Давайте приготовим сразу начинку. Значит, колбасу я нарезаю просто мелким кубиком. Можно, в принципе, соломкой. Даже можно колбасу просто натереть на терке. Ну, сегодня вот я хочу именно просто кубиком. Нарезаем докторскую колбаску. Готово. Отправляем в миску. И точно так же мелким кубиком я нарежу копченую колбасу. Затем натираю сыр на крупной терке. И нарезаю мелко укроп и зеленый лук. Теперь к подготовленным ингредиентам я добавляю яйца. Теперь нужно посолить. Немного, потому что учитываем, что сыр соленый, колбаса соленая. И добавлю немного перца. И хорошенько все это перемешиваем. Теперь подготовим хлеб для наших бутербродов. Я делаю их именно вот так. Беру хлеб и вырезаю сердцевинку. Аккуратно, не спеша. Главное, чтобы был острый нож. Вырезаю вот таким вот образом. И вынимаем. Получаются вот такие вот симпатичные отверстия. Так поступаем со всем хлебом. Итак, на разогретую сковородку наливаем растительное масло. Теперь кладем кусочки хлеба. У меня на сковородку по два вмещается. И в серединку накладываем нашу начинку. Вот поэтому мне нравится хлеб потолще отрезать, чтобы побольше у нас вместилось вкусной начинки. Так слегка придавили, чтобы гладенько было. Все, ничего выпадать, ребятки, не будет. Потому что здесь яйцо, здесь сыр, который у нас расплавится. Все будет держаться замечательно. Вот так вот. И обжариваем с двух сторон. То есть, с одной стороны обжарилось до золотистого красивого цвета. Переворачиваем на другую сторону. Обжариваем с двух сторон. Переворачиваем. Аккуратненько. Видите, ничего у нас не выпадает. Вот такие красивые получаются бутерброды. Вот и все, друзья. Наши вкусные горячие бутерброды готовы. Давайте один разрежем, чтобы посмотреть, что же у нас получилось внутри. Мне нравятся эти бутерброды тем, что получаются хрустящие края. Мне это особо нравится. Они еще горячие, хрустящие. Это очень вкусно и очень аппетитно. Посмотрите. Такая, как мини, не знаю, пицца или пирожок. Даже не знаю, с чем сравнить. Это очень вкусно. Вот такие вот бутербродики у меня сегодня получились. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Всем пока-пока!